Миссия выполнена. Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 23 по 30 стих. Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. И так сказали друг другу, не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет. Да сбудется реченное в Писании, разделили ризы Мои между собою, и об одежде Моей бросали жребий. Так поступили воины. При кресте Иисуса стояли Матерь Его и Сестра Матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев Матерь и Ученика, тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей, «Жено, се сын твой», потом говорит Ученику, «се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. После того, Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит жажду. Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на и соп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал, «Совершилось», и, преклонив главу, предал дух. Размышления, часть первая. Забота об оставшихся. Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 23 по 27 стих. Во время распятия мы видим, как сильно разнится поведение Иисуса и солдат, сторожащих кресты. Солдаты озабочены только тем, чтобы взять себе из жалких пожитков беспомощных жертв их же жестокости. Иисус же, вися на кресте и испытывая самую мучительную боль, обеспокоен судьбой своей матери. Груз семейных обязанностей все еще лежит на его плечах. И он передает заботу о матери Иоанну. Он несет божественную миссию спасения мира, но не забывает и о своих основных человеческих обязанностях. Его действия должны послужить нам примером и вдохновением. Для Бога даже малые вещи имеют большое значение. Поэтому и мы должны беспокоиться о тех, кого Он доверил нашей заботе. Применение За кого вы несете ответственность в жизни? К чему в трудных обстоятельствах вас побуждает пример Иисуса? С самого начала Иисус знал, что Ему предстоит отдать жизнь ради спасения грешного человечества. Это главная цель Его прихода на землю, и Он не позволит ничему отвлечь Его от исполнения воли Отца. Даже испытывая невообразимую боль за грехи, которых Он не совершал, Он продолжает осознавать свою миссию. И в самом конце Он победно восклицает «свершилось», потому что понимает, что Его миссия действительно завершена. Его смерть – самый великий акт самопожертвования, который не только исполнил каждую букву закона, но и раз и навсегда положил конец кровавым жертвоприношениям. Мир, отделенный от Бога, теперь может примириться с Ним через смерть Его Сына. Применение Удивляет ли вас то, как Иисус вел себя, пока был на кресте? Как вы можете возблагодарить и прославить Его за то, что Он совершил? Молитва Господь Иисус, благодарю Тебя за то, что Ты исполнил волю Отца до конца. Благодаря Твоей жертве на кресте я примирился с Богом. Даруй мне больше возможностей рассказывать другим людям Твою благую весть. Во имя Твое я молюсь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...